С вами смартфон EA и в руках у меня LG G Pro Lite Dual, более простая версия LG Optimus G Pro. Здесь двухъядерный процессор на 1 ГГц, гигабайт оперативной памяти, 5,5-дюймовый IPS-дисплей и встроен в корпус стилус. Как все работает и как обустроено, смотрите далее. Несмотря на тот факт, что в корпусе этого смартфона доминирует пластик, а сам тестируемый аппарат еще на стадии инженерного сэмпла, тем не менее к качеству сборки у меня придраться не получилось, отличная подгонка элементов и совершенно никакого люфта. Но вот сам пластик оказался немного скрипучим, хотя такое положение дел для инженерной версии трубки вполне допустимо. В руке аппарат чувствуется добротно, а управление при помощи пальцев этой руки настолько удобно, насколько это возможно с учетом того, что пользователь имеет дело с 5,5-дюймовым дисплеем. Да, дотянуться до отдельных сенсорных кнопок на панели не совсем просто, приходится изворачиваться. Но так или иначе управление пальцами руки удерживающей трубку возможно, и для выполнения большинства действий оно вполне комфортное. LG G Pro Lite Dual, подобно тому же LG G2, или флагманам предыдущих поколений получил тонкую рамку. Визуально это решение делает дисплей больше своих реальных размеров, а панель богаче. Чуть ниже экрана располагаются классические кнопки и клавиша выбора приоритетной сим-карты. Над дисплеем находится прорезь коммуникационного динамика, а также глазок фронтальной 1,3-мегапиксельной камеры, плюс датчик приближения и индикатор событий. Тыльная панель от корки до корки прикрывается крышкой аккумуляторного блока. В теле ее вывод глазка основной 8-мегапиксельной камеры и вспышки. Здесь же при помощи специальных красок нанесен логотип и название компании-производителя. На правой боковой грани расположен небольшой зазор, специально для того, чтобы пользователь мог снять крышку аккумуляторного блока. Кроме того, на этой же панели имеется клавиша включения-выключения питания аппарата, а на стыке данной боковушки и верхнего торца пенал для стилуса. На левом ребре спаренная кнопка регулировки громкости, плюс клавиша быстрого запуска. Функциональность последней реализована по такому же принципу, как и в других моделях смартфонов LG. Изначально она активирует приложение заметок, но пользователь может ее перепрограммировать на выполнение других действий. Сделать это можно в меню настроек. На верхнем торце, помимо упомянутого уже пенала для стилуса, классический разъем 3,5 мм, а также вывод ИК-порта и микрофона шумоподавления. И, наконец, на нижнем имеются выводы динамиков громкой связи и microUSB-порт. 5,5-дюймовый дисплей на базе 3APS-матрицы. Со слов производителя, в основе данной технологии лежит плотное расположение пикселей между собой, что позволяет сделать изображение четким даже во время масштабирования. Хотя разрешение экрана и не очень большое, 540 на 960 точек, но, признаться честно, это совершенно не удручает. Зерно на самом деле заметить невооруженным взглядом не получится. Углы обзора отличные как по вертикали, так и горизонтали. Во время работы в условиях яркого солнечного света некоторое вымирание отображаемых данных имеет место быть, но существенным его назвать не получится. А вот автоматической регулировки подсветки почему-то нет, только ручная. Чувствительность на высоком уровне. Поддерживается сенсорное управление при помощи 10 пальцев одновременно. Официально заявлено о 8 гигабайтах встроенной памяти, хотя на самом деле пользователь может работать с немногим меньше 5. Расширение предусмотрено при помощи карт microSD до 32 гигабайт включительно. Горячая замена поддерживается. Возможность подключения USB накопителей посредством USB ATG сопряжения не предусмотрена. Два отличных стереодинамика с выводами на нижней грани корпуса. Мощность и качество лично мне понравились, даже без скидки на тестовый статус смартфона. Мне сомнения, возможностей для просмотра видео, пребывая в помещении, достаточно. И здесь уже даже небольшие сторонние шумы не отвлекают. Коммуникационный динамик также неплох. Запаса громкости вполне достаточно, даже для шумного проспекта. Ощутимых искажений я не заметил. Они значительные, к тому же достаточно редкие на данном этапе. Волен списать на статус аппарата. Емкость съемного аккумулятора 3140 мАч. Перед вами результаты тестирования автономности, полученные посредством утилиты батареи HD. Кроме того, в меню предусмотрена классическая, как и в других Android смартфонах LG, система энергосбережения. G Pro Light Dual работает под управлением операционной системы Android 4.1.2 из коробки. На сегодня это уже далеко не самая последняя ось, но производитель обещает обновления. Правда, пока что без конкретики по части даты. Перед вами результаты тестирования производительности. Аппарат на внутри двухъядерный MediaTek MT6577, тактовая частота которого 1 ГГц. Кроме того, на борту 1 ГБ оперативной памяти и графика PowerWear SGX531. Что касается беспроводных модулей интерфейсов, в этом смартфоне есть Wi-Fi и Wi-Fi Direct, Bluetooth в редакции 3.0, GPS плюс GLONASS. Кроме того, в этом аппарате предусмотрена возможность создания точки доступа Wi-Fi. Работа в режиме Dual SIM организована следующим образом. В меню, именуемом как «Настройки SIM», можно настроить значок SIM-карты, а также выбрать одну из предустановленных цветовых тем и назначить SIM-карту, которая будет использована для передачи пакетных данных. Звонок, либо же отправка SMS осуществляется с той SIM-ки, которая определена как приоритетная. Собственно, для этого под дисплеем и имеется дополнительная клавиша выбора. Перед звонком или отправкой SMS пользователю придется переключиться между той или иной SIM-кой. Сделать это можно всего в одно нажатие. Характерная подсказка о том, что переключение выполнено, отобразится на дисплее. Смартфон оснащен 8-мегапиксельной камерой с обратной подсветкой и светодиодной вспышкой, плюс возможностью записи HD-видео. Стилус в G Pro Light Dual достаточно простой. Создан он для более простой работы с QuickMemo, приложением оперативной записи информации. Согласитесь, тонким пером писать удобнее, чем пальцем. Ну и не стоит забывать о банальной вещи. Зимой перо не замерзнет, в отличие от пальцев рук. И что интересно, на стилус реагируют даже сенсорные кнопки ниже дисплея. С прочих особенностей стоит отметить перекочевавшую сюда функцию Knock-On, или говоря человеческим языком, тук-тук, которую мы с вами видели не так давно в обзоре смартфона LG G2. Предусмотрен тут и гостевой режим, и Q-Slide, также с приветом от флагмана. Отмечу наличие FM-приемника, пакета Polaris Viewer 4, плюс всех фирменных приложений LG. При ориентировочной стоимости в 320 долларов LG G Pro Light Dual выглядит вполне интересным предложением. На стороне смартфона большой дисплей, адекватное ценнику оснащения, поддержка Dual SIM, большое количество приложений, которые перекочевали сюда с более дорогих моделей, и, конечно же, стилус, который значительно облегчает работу с заметками QuickMemo. Продолжение следует...